Девушки отдыхают Попернику развернуться и вот такой вот неожиданный момент. Третья минута первого периода и прям скажем достаточно, ну с точки зрения обороняющихся, достаточно нелепый гол. С точки зрения забросивших, то в общем человек, который забросил молодец. Махнул да и попал. Не то чтобы абсолютно с нулевого угла, но почти что. Смотрим еще раз, как это произошло. В общем, не часто такие голы, прям скажем, удается забросить и взрослым хоккеистам и молодым. И он был выбран Филадельфии и Флайерс уже на минувшем драфте. Правда, под предпоследним номером на драфте, но это уже становится менее приятно, безусловно. Третья атака канадцев, которая чем-то завершается и завершается при этом второй заброшенной шайбой. Быстрая атака, передача на дальнюю штангу, а там почему-то у канадцев абсолютная свобода. Вкладывается впечатление, что все-таки не очень готовы с первых минут были россияне к такому натиску канадцев. Хотя быть к этому не готовым, в общем, достаточно удивительно, исходя из того, что игра там уже номер пять. Вот как можно было двух канадцев привести к собственной дальней штанге, а при этом караули только дальнего, а человека, замыкавшего реально, передачу никак никак не поим образом не контролировать. Легко, в очередной раз. Собственно, все три раза, когда необходимо было забраться в чужую зону, никаких проблем с этим у канадцев не возникло. Хороший перевод, бросок! Ну и бросок-то на загляденье. 18 секунд не дотерпели россияне. В тот момент, когда делалась передача, было понятно, что это опасный момент. Было понятно, что если бросок будет как положено, то шансов у Гарипова будет немного. Вот давайте посмотрим еще раз. Через всю площадку разрезал буквально пасок и нашел адресаток. Гарипов не успел среагировать, хотя, в принципе, сместиться-то вроде успевал, да, но здесь бросок прямо под перекладину. Необходимо было моментально среагировать и скинуть ловушку. Вот почему-то моментально у Гарипова не вышло. Сместиться-то сместился, среагировать быстро не получилось. Так что... 25 секунд еще на игру в большинстве у сборной России. То, что было в предыдущие полторы минуты, опасным не было, но хотя бы на последние 30 секунд удалось забраться в чужую зону, расположиться там. Может быть, удастся довести сейчас дело до опасного броска. Бросок от сели линии, добивание. И шайбу все-таки удалось протолкнуть в ворота. Казалось бы, шансов уже добить шайбу нет, но в итоге поздравляют сейчас капитана сборной России Даниила Собченко. Именно он, я так понимаю, все-таки сумел протолкнуть уже в тот момент, когда, казалось, шансов нет. Сумел протолкнуть ворота шайбу. Шайбу ворота сборной WHL, которую тренирует Райан Кузко. Да, вот момент, когда Даниил Собченко проталкивает шайбу в ворот Кента Симпсона. И таким образом 3-1 счет становится. По крайней мере, не столь безнадежно выглядит ситуация. Шайбу в большинстве забросили канадцы, шайбы в большинстве ответили россияне. Вот теперь еще надо в равный состав забросить. Сохраняет шайбу в чужой зоне россияне. Передача на Пятачев. Ну, бросать поворотом особого смысла, наверное, не было. В данном случае Денису Голубеву. И поэтому сделал он передачу на Антона Бурдасова. Ох, какой момент! Ну вот, вортовую шайбу забросили канадцы, ответили точно такой же и россияне. Артемий Понарин. Один из тех людей, с которым у диктора были наибольшие проблемы при оглашении состава. Правда, показывает нам Урочева. Может быть, подставил он клюшку или он бросал. На самом деле, надо разобраться все-таки. Сначала показали Понарина, затем Урочева. Давайте поглядим еще раз, кто все-таки последним касался шайбы. Вот она возвращается к Урочеву. Да, и подставляет клюшку Артемий Понарин. Все, в общем, хорошо и здорово. Доля везения в том, насколько удачно изменила шайба свою траекторию движения, безусловно, есть. Но если вспоминать, какой фарт был у канадцев с первой шайбы, то это еще выглядит абсолютно логично. Абсолютно закономерно, я бы даже сказал. Не то, чтобы опасных моментов у ворот Симпсона стало меньше, дело даже не в этом. А вообще, когда ты не контролируешь шайбу, ты не контролируешь и игру. Неожиданный момент. Неожиданным, увы, он оказался для Эмилия Гарипова. Изначально все сделал Брэндон Шинемен, продравшийся и уезжавший уже с шайбой за ворота, и затем оставивший ее Брэндону Херраду, тому самому, что недавно обменивался ударами с Максимом Березиным. Вот давайте посмотрим, Шинемен уезжает, оставляет шайбу. Партнеру сыграл с ним через борт, и Херрад между Щитков и Милю Гарипову шайбу отправляет. Ну вот, теперь, наверное, можно говорить, что в данном случае Гарипов не выручил, но в принципе так, если три броска по воротам Дмитрия Шикина и две заброшенные шайбы были, у Гарипова 14 сейвов было до настоящего момента, может быть, даже уже и 15. И если бы удалось реализовать больше, чем одну из четырех возможностей, то и счет, наверное, был бы менее проблемным на остатке третьего периода. Почти минута еще в распоряжении сборной России. Хороший перевод и заброшенная шайба. Вот именно так и надо было начать третий период для того, чтобы сохранить шансы выиграть эту встречу. Антон Бурдасов получает передачу фактически на свободном льду и при этом голкиперу Кенту Симпсону еще надо было успеть сместиться. Давайте посмотрим, с чего все начиналось. Георгий Бердюков отправляет шайбу за воротами. Дальше ее выигрывает Денис Голубев, освобождается от опекуна. И передача на свободного Бурдасова, после чего Антон переправляет шайбу у ворота. 3-4 и пытался подставить клюшку Джордан Вейл. Охранили шайбу в зоне канадцы. Стефан Эллиот наносит бросок. И где шайба? Где шайба? Шайба не видела ее Горипов, а это как раз и привело к фатальному исходу. 8,5 минут позади в третьем периоде. Пятая шайба в воротах сборной России. Смотрим еще раз, как все это произошло. Стефан Эллиот сместился, бросил поворотом. И шайба за спиной у Горипова осталась лежать. Первым на шайбе оказался Джордан Вейл. Тот самый, кто атаковал и в прошлом эпизоде в этой смене. И именно он ее переправил в ворот. По сути, если говорить, на что похожа эта шайба больше всего, то она похожа на гол в исполнении капитана россиян Даниила Собченко в первом периоде. Других удалений-то здесь не видно. Так, вопрос в том... Нет, в четвером россияне. И за несколько секунд буквально сейчас канадцы реализуют большинство. На сей раз хватило им буквально нескольких секунд. Вот вопрос по Бурдасову, который изначально находился на лавке. Может быть, он получил дисциплинарный штраф. Смотрим пока что, как канадцы довели дело до заброшенной шайбы. Выигранное вбрасывание бареном Фрёзы. Бросок и... Нерасторопное надобивание сейчас. Надобивание канадцы-то расторопно действовали. Ну, а вот как раз... Две шайбы удалось отыграть по ходу второго периода. Ну и дальше. Две шайбы, одна шайба, две шайбы, одна шайба. И вот сейчас, к сожалению, канадцы далеко вперёд ушли. Времени ещё половины периода, правда. Но шансов на то, чтобы отыграть столько, конечно, немного. А вот теперь уже надо отыгрывать только две. Очень быстро сумели сквитать преимущество. Сократить его снова до двух шайб. Сергей Калинин отличился. Десять заброшенных шайб уже в сегодняшний матч. И думается, что это ещё далеко не всё. Так вспоминая, в принципе, результаты предыдущих матчей. Сегодня игра у нас сверхрезультативная. Ну и ещё, как говорится, то ли ещё будет. Времени ещё предостаточно. И думается, что и россияне постараются ещё забросить. Ну и канадцы наверняка тоже. Нет, к сожалению, у нас с вами сейчас отчёта времени, сколько ещё в большинстве играет. Но я думаю, что первая минута подходит к своему завершению. И уже всё. Всё для большинства, потому что одиннадцатая шайба в этом матче и пятая в исполнении россиян. Дореализовано. Удаление марка Писюка. Показывают нам Максима Кицына, который забросил наконец сегодня. Ждали от него шайб, наверное, болельщики сборной России во всех городах. В некоторых особенно, конечно. И вот в итоге Кицын, у которого были возможности. В том числе и по третьему периоду, но тогда не получилось. И вот сейчас Кицын на пятачке опередил всех. Дворительский Кицын на пятачку шайбу прокинул, забрал в чужую зону. Возможность добить. И вот он, наконец-то, этот момент. Первый раз в этом матче с того самого момента, когда игра началась, со счёта 0-0. Первый раз, наконец-то, мы сумели догнать. 6-6. И вот как раз болельщики сборной России, о которых я вам говорил. Четыре десятка примерно человек, учащихся в местном университете. Снабжённые всевозможной российской экипировкой и сетками наших клубов и сборных. И шапками и ушанками. Ну, собственно, вы сами всё видели. Есть у них повод для ликования, как и у нас с вами. Наконец-то. 52 минуты. Ну, почти 52 минуты. Первая шайба на третьей минуте. 50 минут сегодня канадцы ввели в счёте. 3-0. 6-3. Два самых крупных счёта по ходу. Два самых крупных отрыва. И вот, наконец-то, удалось, проигрывая 3-6 по ходу третьего периода, догнать. Артём Воронин забрасывает шестую шайбу. И равновесие восстановлено. Так что вот теперь вероятность того, что... Серия булитов. Первый булит у канадцев исполнял Райан Нюджин Хопкинс. Тот самый, кто претендует на звание лучшего молодого хоккеиста. И попадание высоко-высоко на драх НКЛ следующего года. Он забросить не сумел. Ну, а вот Денис Голубев выводит россиян вперёд. Зарапортовался я слегка пообещав. Ам овертайп. Всё-таки привычный. Взрослые форматы, поэтому... Как-то так его подспудно и ждёшь. 1-0 в пользу сборной России в серии булитов. Хороший какой бросок. И Джордан Вейл сравнивает счёт. 1-1. Но у сборной России есть ещё бросок в запасе. Смотрим ещё раз, как спокойно, уверенно в девятку, фактически не оставив шансов Гарипову, бросал Джордан Вейл. 1-1. У нас уже забросил Денис Голубев. И кто теперь? Капитан команды Даниил Сорченко. Против Кента Симпсона. 2-1 в пользу россиян. 2 из 2 забросили подопечный Ибрагина. Многое сейчас зависит от Эмилии Гарипова. Линден Вейл. Не сумел он переиграть. Голкиперы сборной России. По-прежнему 2-1 в пользу россиян. Здорово сыграл Гарипов. Успел выкинуть плюшку, помешал Вею. И тут уже не сумел ничего сделать. По-третьим будет исполнять у сборной России Максим Кицын. Как-то никак, если честно. Вероятно, ждал он каких-то действий от Симпсона. А Симпсон ждал от Кицына. Но, несмотря из-за того, что Кицыну надо все-таки было бросать. Симпсон подождал, подождал. И в итоге Кицыну уже позиция для броска была никудышней. По-прежнему 2-1. Брэндон Ренфорд. И Брэндон Ренфорд не переигрывает Эмилия Гарипова. Сохраняется преимущество у россиян в одну шайбу. Антон Бурдасов. Антон Бурдасов выкатывается и отправляет шайбу в ворота. И таким образом сборная России одерживает победу. Принято говорить в таких случаях волевую, наверное. В общем, не будет большим преувеличением даже сказать и героическую. Дважды по ходу матча проигрывает три шайбы. Сравнять игру. Сравнять счет в третьем периоде. И затем победить серии буллитов. Вторая игра, которая заканчивается буллитными сериями. В первом случае первенствовали хоккеисты сборной ОЭйчелла. А вот сегодня первенствовали россияне. И таким образом